Джейн 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 Передний Джейн 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 По-моему, это так не должно было быть задумано. Те же комнаты. Все то же самое. Я где-то свернул не в том месте? Или это специально так задумано, чтобы я сейчас не ждал... А, вот этого я не заметил. Ордер на арест господина Печаи Монопаябуна. Информация о регистрации актов гражданского состояния. Номера, имя, фамилия. Мистер Печаи Монопаябун. Как мы знаем раньше. Возраст 24. Мужчина, 78-го года. Таец. Срок Сой. Улица, ничего нет. Район Мунвок. Подокруг Донг Мафай. Провинция Ясотхорн. Господин Печаи Монопаябун. Подозреваемый во многих случаях грабежа. Членом мотоцикл кража банды в Ясотхорна и окрестностях. Есть также обвинение в незаконных гонках на шоссе и жестоким актом грабежа. Внутренний источник сообщил, что господин Печаи участвует в незаконной деятельности и кражах автомобиля. А также с другими местными бандитами тоже участвует. Ну, понятно. Молодой криминальный элемент. Что там еще сказать? Мотоцикл, плановый угон, захвата банды. Это настолько серьезная банда, что прямо на доске надо это все расписывать. Да. Но написано на тайском, при этом ничего не понятно. Да. Ладно. Продолжаем. А куда идти-то? Я чего-то не понимаю. Здесь какая-то другая дверь есть. Подвал же заставлен. А куда идти-то? Дальше мы круг сделаем. Это можно... Уху. Неплохо. Для начала. Это так раз, как я угадал, можно подвинуть, видимо, или что? Или нет? А, это это радио. Я думал, оно точно на другом этаже. Нет, уберите. Мерцкое. Кто хочет, успевайте ставить паузу. Читать мне не до... Не до этого. Еще этот гул какой-то постоянный. Да как это убрать-то? Я нажимаю. Ничего не активно. Мы что, за девочку играем? Не можем какой-то ящик пододвинуть? Даже с места не можем сдвинуть, или что? Слабо верится как-то в это. Он же не бетонный, в конце-то концов. Да, даже бы и бетонный, можно было бы хотя бы хоть немножко с места сдвинуть. Хотя бы попробовать. Но здесь отмечена ладошка, значит, с ним можно взаимодействовать, но... Видимо, нельзя. Ладно, может, нужно было обратить внимание на этот ящик. Теперь, если мы поднимемся, мы увидим что-то другое. Ну, давайте попробуем. Господин Монопайбун? Джейн? Девочка-баскетболистка? Кто-нибудь? А эти двери закрыты. Он еще топает так. Ну, ему в Counter-Strike играть нельзя. Учитывая, как он топает. Он бы долго не прожил. Ну, давайте пройдемся еще раз по тем же местам. Мало ли. Вдруг что-то увидим. Что-то услышим. Что-то заметим. Еще разочек. Или теперь опять что-то поменяется? Как это гудение уже надоело. Оно просто гудит и гудит в уши. Нет? Так. Давайте сюда зайдем. Фонарик выключим. Присядем. Это была Джейн. Следовать за ней. Так. Я же и следовал. А куда она побежала? Наш главный герой. Слишком хиленький. Он не может не девочку-баскетболистку-наркоманку. Ушатать. Ни каких-то бомжей. Мелких, которые ползают. И в туалеты смываются. Ни даже передвинуть этот какой-то коробок. Из непонятного материала. Да что сделать надо? Дайте подсказку какую-нибудь. Не нажимается кнопка действия. Не нажимается. Ну, давайте радио. Да, нахер его. Ладно. Последний отчет из полиции Ясахорн. Радиостанции. Преследователь господина Пичаевна Паебуна по полиции говорит, что Пичаев, подозреваемого в случае грабежа, и главарь банды, столкнулся с грузовиком, что привело к резкому стальной стержень, пронзающей его левый глаз. Господин Пичаев был объявлен мертвым на месте. Полиция сейчас собирает все доказательства для дальнейшего расследования. Есть еще целый ряд бегущих байкеров. Звоните 02-650-8567, если вы видели кого-то подозрительного. Линия будет работать 24 часа в сутки. Это отчетность в Срисук Панксалат. Понятно. Ничего не понятно. Как сдвинуть? Что нам надо? Нам достаточно иметь две руки. Можно даже с одной попытаться это сдвинуть. Он не залезает, он ничего не делает. Если это была Джейн, то его жена достаточно смышленная и намного сильнее его физически. Какие-то демоны крылатые на книжках. Да как сдвинуть? Я не понимаю. Что нужно? Кто для этого нужен? Вон ботинок чьи-то не валяется. Туда никак не пролезть. Где взять? И что взять? А-а-а! Все! Понято! Понято! Принято! Хорошо! Я уже заметил. Там крюк висит. А вот сейчас готовьтесь. Вот сейчас точно что-то будет. Я надеялся, нам не придется цеплять его. Ладно. Хорошо. Поцепим. Ничего страшного. Там господин Монопайбун умер. А, кстати, Монопайбун это ж... Это этот здоровый получается. Который рукой там все ломал. Это он, это он, господин Монопайбун. Ну давайте. Попробуем. Попробуем. Ничего. Прям вообще ничего. Значит, когда мы нажмем... Когда мы нажмем... Поднимать... Что-то случится. Монопайбун успокойся. Печай. Не стукай. Я его уже слышу. Вы тоже должны слышать. Он дышит. Слышите? Он там. А нам этот ящик на голову не упадет, нет? Ну так, знаете, чисто для смеха. Ну, дверь откроется? Давай. Бу-ху-ху-ху. Я просто... У меня не получается читать эту игру. Таиландцы для меня загадка. Таиландцы. Таиландцы. Как они правильно называются? Знаете, напишите в комментариях. Почитаем. Вот вместе с вами. Ну, оно же там. Какой человек в здравом уме пойдет туда? И будет стоять под этим ящиком? Ну, давай. Давай, давай. А, вон он. Я же говорил, его слышно. И чай, и успокойся. Здесь мотоциклов нет. Вон он. А, черт, одноглазый цепок. Блядь. Да я пошутил. Блядь. А как пробраться? Он туда-сюда катается. Опять бежать? Где он? Я его не вижу. А, вон он. Так там негде спрятаться даже. Получается, опять только бежать. Ладно, хорошо. Как он повернется, тогда побежим. Попробуем. Попробуем. Не знаю, насколько это хороший вариант. Если заметить, тогда бежим. Попробуем. 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 Нам все попробуем. блять сука фу нормально не стони рычит а он имитирует звук мотора мотоциклист монопайбун тут мотоциклов нет успокойся а как теперь пройти я надеюсь это хоть эта дверь а он теперь здесь заглядывает хорошо хотя хорошего конечно мало опять бежать тоже привет а ты видишь меня так не слепошарый куда там идти дальше мне кажется это комната с тупиком а нет вон дверь значит получается за левый стол вернее влево за вот этот стол потом повернуть направо еще направо за шкаф и прямо у него перед рожей пробежать а он же нас заметит ну и в этот раз он точно успеет конечно тупенький я думаю не настолько а другие двери нет это не дверь понятно фу перестань кричишь уйди чё ты тут высматриваешь со своим глазом ладно надо решиться в общем сейчас сейчас он еще раз поворачиваться на нас отводит глаза я бегу а так прокатит монопайбун не надо давай без так сейчас он смотрит сюда все от него мы скрылись получается можно продвигаться дальше теперь будем пугаться кого-то другого не мистера монопайбуна это все в подсознании либо у него либо у нее но это не по настоящее кого ждем интересно кто будет на этот раз черти на карачках ползать на четырех костях нет что-то беленькая мелькнула нет вот кстати из-за беленькой скорее всего что 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 врунь я ничего не вижу не надо меня пугать раньше времени а теперь видел это либо платье либо медицинский халат ну сейчас будет страшно окажется что это это баскетболистка нет она ходит и оставляет нам свой я хотел сказать а нет это не дневник глава прета представление 2 опять про этого прета но мы поняли что это монопайбун что это воры преступники бандиты всякие прета это потерянная душа оказавшихся в вечных пыток от своего греха мучительные голод и жажда заставляют его оплакивать мучительно и жутко всю ночь еда предложение является единственным способом успокоить блуждающий прета установить на стол с цветастой скатертью и одна горит душастый ладан положить еду на посуду поставьте ароматическую палочку на одном из мы его на свидание зовем или как зажечь ароматические благовония я понял надо его накормить баскетболистку надо приворожить прета накормить если мы будем вести себя как шлюха то нас в итоге все и поимеют я вот что хочу сказать пролезать мимо каких-то свечей под столом что джейн это я держись подальше блять неожиданно но не страшно а мы тебя покормим прета я под стол короче найти способ успокоить прета подношение может помочь он же следит постоянно он же следит как мы его успокоить прета куда ты смотришь где там этот красный свет там есть стол скатерка а вот ароматические палочки видимо а нет это спички мальчик это спички не мальчик это спички хорошо спички у нас есть чтобы зажечь арома палочки а че у него пузыри там какие-то волдыри это мерзость какая фу тихо 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 блять 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 да че такое блять слышь не заглядывай на меня как я тебе могу стол накрыть и поляну позвать на свидание если ты не даешь мне этого сделать пять первых свиданий как там подобные фильмы называются я не в курсе я не знаю куда бежать надо короче пробовать я не знаю но надо пробовать сейчас он отворачивается от нас вообще отвернется не я не пойму куда он смотрит где взять скатерть где взять стол а жрать ему че то надо положить а он смотрит не дает мы ж тебе дурак кушать хотим принести мы тебе покушать принесем ты-ка пролезть не на кухню а он нас здесь заметит да и все ну да о чем не делать о чем не делать скажи скажи куда мне идти лучше а не придавливая лапок я не понимаю надо надо понять надо осмыслить это нам нужно накрыть ему поляну мы это прочитали спички мы подобрали там надо скатерть что то там арома палочки а жрать он че будет нет ну конечно сладкого хлеба у нас в достатке еще с прошлых серий и в этой серии мы немножко приготовили но так а будет ли он это жрать это мы все читали угу Джейн 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 это платье все таки или да это платье Джейн это я люди ждут от меня а а а она убежала а я думал ее раздавили оставь так она убежала так может нам просто втихнуть дальше надо втих двери ну я так думаю вариант давайте сейчас так и попробуем сейчас блять так не получится хм так как как тогда как до тех дверей мы добежать не можем очевидно у нас есть спички нам что в этой комнате его успокаивать если бы он хотя бы отвернулся мы тут организовали красивую поляну накрыли стол со скатертью цветочки поставили арома свечечки хороший ужин приготовили из того что у нас есть кирпичный стол так сказать Джейн Джейн к и - не не stakeholder не человек м ..... а вот жизнь что вот это управляет ,, у помните это надо подобрать с вами. Так, сейчас он сюда сможет получаться. Вернулся. Спички подобрали. Эти мальчики. Надо посвятить. Где там еще какой-то есть? Я не совсем могу понимать, где он нас видит, а где он нет. А если мы тебе в лицо будем светить, ты увидишь, не? Так просто интересно, не? Не, не видит. Ну, по ему в лицо светит. Эй. Я не знаю. Ну, вроде бы не видит. Ну, или не хочет видеть. Куда там пробраться можно вообще? Я не понимаю. Не понимаю, плюс не могу понять. Что сделать? Вижу. На столе вон что-то есть. Наверное, рома свечки. Заметил. Как бы это... Сейчас он сюда будет смотреть, да? А, нет. Или да. Ладно, сейчас попробуем это. Да что? Не активируется, блин. Блядь. Оно не активировалось, я помыл. Или это, видимо, тот стол надо накрыть им. А у нас только спички имеются. Ладно, сейчас будем как-то пытаться пробираться дальше. Но как-то серьезно. Затуп с самого начала серии. Сейчас попробуем что-то сделать. Спички у нас имеются. Надо ладан. Скатерть и стол там, видимо, чем-то накрытый есть. Но давайте исходить из того, что нам нужны только аромопалочки. Джейн? Джейн? Нет. Не следуй меня. Джейн, это я. Люди от меня. Там непонятно что, и оно не активируется. Что я недовольный какой? Так это ж не мы тебя, это полиция. А как ты хотел? Преступностью занимаешься? Будь готов, что есть шанс такой, что тебя поймают. Или что случится несчастный случай. И то, и другое довольно часто происходит. С преступниками. Ладно, ну, может быть, он обращает внимание на шум. Давайте тогда на карачках проползем. Нос в землю. И роем. А задницей кверху. Может, тогда он нас не учует? Ну, не услышит. Запах-то он, конечно, учует. Да, забыл уже про нее. А вон, за... Там что-то красное в комнате. Но в той комнате, в которой она сбежала. Там что-то красное было. Но до той комнаты не добраться. Плюс там у него лапа висит. Так, не смотри сюда. Уйди. Не смотри. Так, тихонечко пролезаем. Ту дверь, видимо, мы и не сможем залезть. Бля, он что, заметил? Ты видишь меня, нет? Не, не видел. Если бы видел, то уже все было плохо. Так, тихонечко пролезаем. Все, здесь мы, я думаю, в относительной безопасности от него. С этой стороны он нас не должен достать никак. Можно уже и фонариком посветить. Пички у нас есть. Что тут имеется? Отлично, а где мне ключ взять? Все в замках. А там, видимо, скатерти или... А, нет, это палочки эти, наверное, ароматические. А где ключ искать? Вы что, издеваетесь? Я еле сюда долез. Ну, это вообще уже не весело. Честно. Я еле сюда залез. Теперь еще здесь что-то искать. А где это найти можно вообще? Информация какая-то есть. Где мне ключ найти? И дверь закрываем. Я еще и став не закрыть, если честно. Так, ну-ка. Точно не активируется? Нет, никак? Нет, никак. Не тут, не тут. Вот что-то искать, это уже проблематично. Ключ, как вы помните, пришлось довольно долго искать. Практически пол серии, если не больше. А здесь целых два ключа. Да это на две серии может растянуться. Как я найду? Как я найду? Так, сейчас он отводит взгляд и можно сюда перелезать. Может, здесь что-то? Да ты как вообще это увидел, услышал? Ты ж не зрячий. Если там что-то есть, он мне быстро фонариком... А, он посветил. Да, получается можно... А что он делает вообще? Я даже не вижу. Он пытается меня пугать, но я при этом сам этого даже не вижу. Нет, видимо, бегать вообще нельзя. Прям абсолютно противопоказано. Если хочешь передвигаться, бегать нельзя. Хорошо, мы знаем, что в той комнате есть два замка и два шкафа. Которые на эти замки закрыты. И у нас есть спички. И больше мы ничего не знаем. И ничего не видим, получается. Где достать ключи, тоже неизвестно. Загадки, сплошные загадки. Давайте еще раз прочитаем про преды. Блин, я на выход нажал. Так, положить еду на посуду, аромопалочки на одном и зажечь ароматические благовония. Так, посуда там, видимо, стоит или что там. Ароматические палочки. И зажечь. Три пункта. Один выполнен. Джейн? Тим! Нет! Да тебя не раздавят. Я тебя достану. И ответишь за наши кошмары. За судью. И дом отследим. Так, в ту комнату, получается, лезть бессмысленно. Потому что там ничего нет. Может, попытаться мимо его руки пролезть. Хотя это, наверное, самоубийство. Но мы здесь этим уже довольно длительное время и занимаемся. Самоубийство. Под столы, под шпонки. Блин, я думал, ты хоть стол поднимешь. Ты даже стою не поднимешь. Ну, отвернись уже в какую-то другую сторону. Все, он стол поднял. А, да, он там рукой не дает пролезть. Я уже посмотрел. Поверили с вами. Стол не поднял. Хорошо. Ну, не знаю, в той стороне комнаты вообще что-то есть или нет. Посмотреть туда проблематично. Лазим под столами просто. Так, там не пройдешь. Значит, надо под этот стол сейчас пить. Так, тихо. Стол наш не трогай. Это наше убежище. Мы живем под столами. Больше ничего. Блядь. Да я почти долез до стола. Я даже не знаю, стоит ли туда лезть. Но другого варианта просто нет. Как можно найти ключи, когда тебя при этом еще в любой момент могут убить? Хороший вопрос. Тяжело, конечно, тяжело. Еще поляну ему накрывать. Ты смотри, а он еще нас убивает при этом. Неблагодарный циклоп. Что там есть? А ты здесь достанешь нас, естественно, нет? Хотя мы прям под лампой. Почему бы ему не достать? Чего там есть? Там есть что-то? Двери нет? Непонятно, неизвестно. Эй-эй-эй-эй-эй-эй. Ты чего? Ты меня даже не видел. Не выдумывай. Я не знаю, мы куда-то ползем. Что-то делаем с вами. А куда мы ползем? Черт его знает. Зачем мы ползем, тоже непонятно. Где здесь ключи можно найти? Вот я доползил. Вот красавица. Стол убрала. Гибель. Блин, он так заметен, наверное. Что там есть? Ничего там нет. Ползли, спрашивается. А зачем ползли? А что мы там нашли? Может, на столе лежит? А, он у него стол. Все, на столе не лежит, значит. Точно. А, ну, может, его фонариком можно байтить, чтобы он из стола забирал? Вот я свечу на стол, он заберет его. Спрошу, что он так прокатило. Ну, будешь забирать, нет? Не буду. Ключами и не пахнет. Ты чай и успокойся. Нам бы просто ключи найти, чтобы тебе поляну открыть. Да, отвернись ты уже, слушай, надоел. Все столы порастаскивал. Нам и спрятаться негде. Я даже не увидел, что он сделал. Если честно. Ключей не видно. Здесь их, видимо, нет. Да, ну, какой бы идет, стал бы здесь ключи ложить. Они где-то лежат, где-то на столе, либо еще один стоит еще. Вот паскуда. Столы все порастаскивал, а? А накрывать мы... А накрывать мы тебе поляну на чем будем? Расскажешь? Как мы тебе поляну накроем, если ты все столы убрал? На чем тебе? На пол стелить тебе? Хотя, какие-то ж... Народы едят. Ну, в смысле, сидят на полу и едят. Может, это тайцы тоже. В том числе. Игра, почувствуй себя ребенком, который прячется, не знаю, от родителей под столом. После школьного собрания. Чтоб не ругали. Лапу с того прохода он так и не убирает. Опять что-то утащил, да? Я не знаю, ну блин, ну где? Серьезно. Я там уже, по-моему, все излазил. Ничего нет. Может, в этой комнате и лежит ключ? Где его и найти можно? Тут под столом? Так, не понял. А, ну да. Ты же слабенький, да? Руками ничего не можешь сделать. Выбрать. Инвентарь у нас есть. Использованные. А, использование. Ну, выглядит как использованные старые спички. Но я вижу, вон, что они новые, они использованные. Нельзя инвентарь как-то открыть? У нас же был глаздолер. Телефонка или что там у нас было? Ключи, ключи, ключи. Где вы спрятали ключи? Куда залезть нельзя. Ну, только в этой комнате можно спрятать. Больше вариантов нет. Мы там уже осмотрели абсолютно все. И там ничего нет. С этой стороны то же самое. Ничего нет. Непонятно, конечно. Опять стол утащил или нет? Или он вообще ничего не утащил в этот раз? Может, здесь что-то? Вон, свечи пырят. Так, хорошо. Что-то я взял. Успел? Успел. Что-то я взял. Хорошо. Надо посмотреть, что это вообще. Хлеб китайский на пару. Китайский хлеб на пару. Хорошо. Это он и будет жрать, да? Хорошо. Значит, я понял. Но не совсем. Надо посмотреть, где еще горят свечи. Мы были там. Где-то в той стороне тоже должны гореть свечи. Значит, возле свечей. Я, кажется, понял. Как это работает. Здесь ничего нет? Ага, есть. Все, разобрался. Так, не отсюда, что ли? Отсюда. Здесь что-то полезное, хоть не? Серьезно? Это так говно. Кусок загадочной фотографии. Нахрена он нам нужен? Это не тот ключ был. Понятно. Значит, ищем, где еще свечи есть. Вон там. Так, он даже сто еще не утащил наш. Пока мы еще в безопасности. Там, вон, видимо, еще один ключ есть. Он только все столы порастаскивает. Теперь неизвестно, как мы будем выбираться обратно. Второй ключ от шкафа есть. Блядь, воздавил. Вот животное. Огромное. Ну давайте мы уже хоть поляну накроем. И тогда уже будем заканчивать серию. Но сначала накроем поляну. А то что-то это получается серия крайне короткая. Вернее, крайне длинная и крайне скучная. Всего того, что мы прошли крайне мало. Так, ну мы уже знаем, как это все работает. Поэтому сейчас пойдет как-то полегче. Так, ползем. Спички подобрали, хорошо. Поползаем под другие столы. Мы жуки, мы насекомые, мы караканы. Стол опять утащил. Мы еще ничего даже не сделали. Только спички нашли, он уже столы растаскивает. Надо сразу посмотреть, что здесь есть. Что-то вообще в этом углу. По идее, должно быть. Хотя бы что-то. Наш стол целый, наш целый. Может быть на этом шкафу? Ну внутри там что-то есть? Вообще не видно. Нет, нет. Опять столы все. Ростов стоит, да? Ростов стоит, да? Так, ну значит, идем сейчас за тем вторым ключом. Какой, а? Вот такой. Первый ключ нам не нужен. На обратном пути заберем этот китайский клеп. А здесь у нас арома палочка должна быть. Благовоние. Он, по-моему, что-то раскрыт. Ты что делаешь? Что-то ломает? А ну давайте взглянем. Что там происходит вообще? Блядь. О, отвертка. Как он ее забросил вообще? Что-то пропустил. Нахрена он вечные инструменты выбрасывает? Оставь с собой. А, он тут что-то... Бесился. Так, ну это, видимо, чтобы пролезть туда. Ну, где поляну накрывать. Но мы-то хлеб еще с вами не подобрали. Подберем хлеб. Тогда и поговорим. А, он перекрыл. Вот он забросал. Блин, тогда получается ошибка, что мы сразу хлеб не подобрали. Надо было сразу брать. Присложнее будет. Ну, ладно. Что-то попробуем. Да это не я даже был. Ее показалось. Мухи. Это мухи. Ну, и где твой красный фонарек? Огонек. Надо туда за хлебом. Наш стол целый. Это главное. Остальное ерунда. Да ты меня не видишь. Успокойся. Я за шкафом. Меня нет. Я опять под столом. Что сделаешь? Стол только не трожь, please. Он последний остался. По-моему, у нас все есть. Что там надо? Хлеб. Ну, ключ от шкафа там фотографии. Это вообще лишнее. Фотография нам не нужна. Да уберите этот мух. Теперь надо пролезть как-то опять к тому столу, который вон под фонарем стоит. А он все столы порастаскивал, а? Я даже не знаю. Если бы он хоть столы не трогал. Что под этот? Что делаешь? Так, ну вроде бы мы сюда долезли уже. Так, главное, чтобы не заметил. Какая-то стол утащила. Посмотри. Животное. Одноглазые. Сейчас давайте попробуем накрыть местный пьяный стол. Все, я накрыл тебе поляну. На, хавай. Все? Ты спокоен? Спасибо. Теперь ты понял, что не надо нас трогать. Мы тебе поляну готовили. Неблагодарный. А, здесь опять длинный коридор. Так, ну напоследок газетку. Нелегальная гонка заканчивается стальным прутом через глаз. В 2 часа ночи сегодня полиция Ясадхорн преследовала незаконных гонщиков на шоссе Ясадхорн. Захват происходил с некоторыми, с некоторыми бежали сцены. Один из них является Печай и Майонопа и Бун, которые в итоге стали бар-пирсинг левым глазом сквозь череп, когда врезавшись в грузовик. Господин Печай, летая, был главным подозреваемым во многих случаях кражи мотоцикла и полиции собирают все важные улики для дальнейшего расследования. Дело господина Печаи было отправлено к своей семье, чтобы продолжить похороны как следует. Ну хорошо, с этим все понятно. Ну что ж, время серии подошло к концу, а это значит, что я вынужден с вами прощаться. Вы же подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки и всем до новых встреч, дорогие друзья. А точнее, до следующей страшной серии. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok